Здравствуйте, меня зовут Владимир Устинов. Приветствую вас на канале Про Цветок. Сегодня мы поговорим о весенних работах на винограднике. И я постараюсь рассказать принципы обрезки винограда зимостойких сортов, которые чаще всего происходят обрезка в весенний период. На сегодня апрель месяц. И первое, что нужно сделать, и большинство виноградарей уже это сделали, это открыть виноградник, дабы избежать эффекта выпривания глазков. Это первое. И второе, обязательно, кроме обрезки, еще нужно запланировать весеннюю обработку виноградника, для того, чтобы снизить инфекционный фон. И наиболее простой и дешевый, доступный всем белорусам способ обработки, это препаратом азофос, трехпроцентным раствором азофоса для профилактики грибоковых заболеваний достаточно будет. Если нет возможности азофосом обработать, это можно или медным купоросом, или железным купоросом, который есть в наличии везде. Самые простые и доступные для всех средства химической защиты. И в данном случае мы находимся возле куста винограда. Это куст специально мы не обрезали в осенний период, дабы уже по весне, после перезимовки, приступить к обрезке. Ну, как вы понимаете, мы здесь, по сути дела, укрытия не производили. Единственное, что мы делали, это мульчировали почву опилками, приступая к обрезке, о чем мы должны помнить. И с чего начинать, скажем так. В первую очередь мы осуществляем чистку от ненужных побегов, побегов двойников, как, к примеру, вот здесь в данном случае. Один из побегов обязательно мы удаляем. Побеги все тонкие, искривленные, неудачно расположенные мы удаляем. А потом мы будем, после того, когда произведем обрезку, то мы, соответственно, еще подвяжем, расположим непосредственно побеги так, как нужно. Бояться в северных регионах возделывания винограда, бояться весенние обрезки и плача не стоит, так как чаще всего запаса влаги в почве после зимовки достаточно. И то, что виноград плачет, ничего в этом плохого, как говорится, нет. И единственное, о чем мы должны помнить, о том, что когда мы осуществим обрезку, да, плач будет наблюдаться. Но нужно будет расположить побеги, постараться горизонтально в почве или слегка наклонно для того, чтобы патока или так называемый виноградный сок стекал не по побегу, а просто капал на землю. Потому что особенность в том, что если будет стекать по побегу, глазки, так называемое, происходит ослепление глазков, они потом не распускаются. Вот, для этого нужно этот момент учесть и обязательно осуществить подвязку сразу же после обрезки. Так, сейчас мы смотрим, чистим, что у нас лишнее. Еще о чем мы должны помнить, о том, что виноград плодоносит на однолетней лозе. Для этого мы и должны выбирать побеги прошлогодние, максимально, скажем, лучше, которые есть. Универсальное количество глазков, так называемая средняя обрезка на среднюю длину, это 6-8 глазков. Почему не всегда хороша короткая обрезка для северных регионов? Дело в том, что формирование глазков происходит в весенний период предыдущего года. И если погодные условия были достаточно холодные, что у нас зачастую бывает, то глазки первые будут, они не плодоносные. Поэтому в наших климатических условиях более северных регионов лучше принципиально оставлять среднюю обрезку, с учетом того, что первые, возможно, глазки будут бесплодные. Вот, и, соответственно, если мы обрежем на короткую обрезку, мы можем просто получить минимальное количество урожая. Так, обрезаем. Ну, вот этот удаляем тоже. Он нам не нужен. И сейчас считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Нам желательно помнить о том, что лучше всего, вот восьмой глазок, вы видите, если мы так смотрим, он смотрит вниз. То нам желательно оставлять последний побег, последний глазок, который будет смотреть вверх. В данном случае нам удобнее оставить обрезку на семь глазков, закончить вот здесь вот, и как раз лишнее все мы удаляем. Универсальное количество глазков при нагрузке считается оптимальным порядка 35-40 глазков. Соответственно, если мы математически посчитаем, то, грубо говоря, нам на этом кусту достаточно оставить четыре побега по восемь глазков, или пять, по сути дела, расположить их веером. И это будет нагрузка, достаточная для обычного, любого сорта винограда. Считаем сейчас. Раз побег у нас есть, два побег. Так, эти мы удаляем мелкие полностью. Вот этот побег мы... Вот этот оставим, а вот этот мы тогда удалим. И сейчас наша задача будет... Осуществляя обрезку, сделать еще подвязку побегов. Так, этот побег хорошо располагается сюда. И мы смотрим опять же. Последний должен смотреть вверх. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот здесь удачно. Как раз восьмой глазок смотрит вверх. И мы сразу осуществим подвязку. Подвязываем мы восьмерочкой. Главное закрепить на шпалере устойчиво. Плотно здесь мы не подвязываем по причине того, что будет происходить утолщение побега. И дабы не было перетяжек, мы просто-напросто фиксируем с запасом на утолщение. Один побег сюда. Второй побег мы, если ввереном, располагаем, разместим вот здесь. Здесь два побега есть. Уже у нас получается порядка шестнадцати глазков. Далее, с этой стороны... Я думаю, что в данном случае у нас нет необходимости в подвязывании данного побега. Он хорошо закрепился естественным путем при помощи усиков. А вот данный побег мы, конечно же, подвяжем. Это у нас уже третий. Вот этот четвертый побег мы на нижнюю проволоку подвязываем. И у нас остается, чтобы образовался идеальный веер из пяти побегов, мы вот еще вот здесь осуществим укорачивание побега. И тоже его фиксируем ко второму проволоке на нашей шпалере. Вот сформированный веер по семь-восемь глазков, условно говоря, на каждом побеге оставленных. В сумме это и будет составлять порядка тридцати пяти-сорока глазков, необходимых. Моя нагрузка для... Универсальная нагрузка для любого куста виноградного. И, соответственно, после обрезки в сухую солнечную погоду обязательно проводим профилактическую обработку. Профилактическую обработку проводим против болезней и вредителей. В мае месяце уже при появлении первых листочков мы дополнительно уже приступаем ко второй обработке профилактической от болезней. И от мильдию, наверное, оптимальный и лучший вариант – это ридамил голд. Но его нужно использовать только в начале вегетации, так как период ожидания после обработки должен быть не менее 60 дней. Несмотря на то, что на инструкции пишут 21 день, то исследования показали, что нужно срок ожидания выдерживать не менее 60 дней, дабы была продукция безопасна для употребления в пищу. Но это самый оптимальный из препаратов для обработки в начале вегетации от мильдию. Сейчас мы с вами рассмотрели необходимые операции и что нужно делать в начале вегетации на винограднике в весенний период. Ну и в дальнейшем, я думаю, что встретимся с вами снова, что нужно будет делать летом, как ухаживать за виноградом. До новых встреч!